Ещё до основания мира... Вы слышите, как я постоянно об этом говорю? Но об этом невозможно говорить слишком много. Мы склонны забывать об этом. Мы так привязываемся к этому теперешнему миру. Ещё до основания мира Бог запустил всё это в действие, в совершенстве, и дал Адаму власть на определённый срок. Поддерживать всё в таком состоянии. Бог дал Ему свою мудрость, дал Ему всё это. Но Иисус также был предназначен, и Агнинс был заклан ещё до основания мира. Бог дал нам всё, что у Него было, а затем позаботился о том, чтобы мы это не потеряли. Очень важно это помнить. Я просто приведу такой пример. Ещё до основания мира Бог запустил в действие здесь этот план. Есть 7-тысячелетний план, который Он запустил в действие ещё до основания мира. Он всё это сделал. Он знал нас и так далее. И Он поставил здесь Адама. Фактически Он сказал Адаму, «Следи за тем, чтобы на этой планете поддерживался тот порядок, который я уже на ней провозгласил». В этом заключалась его работа. Но затем приходит дьявол и отталкивает его от этого плана. Впрочем, это не дьявол его оттолкнул. Адам сам от Него отошёл по собственной воле. Он принял решение отойти. Он сделал первый шаг, а затем дьявол просто столкнул его вниз. И теперь появился параллельный план. Проклятие. И дьявол думал, «Теперь уже никак нельзя вернуться обратно к тому плану». Это план любви. Это Божий план. Это хороший план. А Бог ненавидит грех. И дьявол это знал. Он знал это и думал, «Всё, назад пути нет. Этот парень попался. У меня его власть». Именно это дьявол и хотел заполучить его власть. «Я получил его власть, и он принадлежит мне». Но Сатана является ангельским существом. Он ничего не знает о Завете. Никогда о нём не слышал. Нужно относиться к тому, к другому классу, чтобы знать о нём, к тому классу подобия. Итак, Бог просто искал, пока не нашёл человека, с которым можно было заключить Завет. Что Он и сделал. Он вернул его обратно в этот план. Дал ему власть и сказал, «Хорошо, давай работать вместе. Будем за этим следить». Но человек продолжал падать и отклоняться в сторону. А Бог продолжал его прощать, потому что Иисус уже был заклан. Что касалось Бога, то Иисус уже был заклан. Именно поэтому Он такой многомилостивый. Аллилуйя. И Бог просто продолжал и продолжал, и продолжал с нами работать. А когда наступила полнота времени, на этой земле родился Иисус. Хвала Господу. И когда это произошло, кровь Иисуса просто уничтожила этот второй план. Аллилуйя. И вернула все на свои места. И Бог сказал, «Берите Мое имя, берите Мое слово и храните все на своих местах». И так, будучи непослушными, мы позволяем дьяволу вмешиваться в это. Но он не в силах уничтожить этот план. Аллилуйя. Благодаря крови Иисуса. Аллилуйя Богу Всемогущему. Хвала Господу. И теперь в нашем с вами поколении мы уже здесь. Понимаете? И самое удивительное здесь заключается в том, что за последние шесть тысяч лет Бог сеял в эту землю откровение о том, кто мы, что мы, что мы можем делать и что мы будем делать. Имея Его Слово, Его Имя и Его Силу. Что же здесь происходит? Подумайте об этом. Были люди, которые умирали в Боге и попадали на лоно Авраамова, находясь под защитой. Затем пришел Иисус, заплатил за это цену, освободил их и забрал их на небо. Они все родились выше. Все эти люди, Авраам и все остальные, ожидавшие Мессию. И вот он пришел. Слава Богу. И находясь в преисподней, Иисус проповедовал Евангелие. И они родились выше, потому что Шиол, лоно Авраамова, находилось в верхней части Шиола. И от остальной преисподней, святых божьих, находившихся там под защитой, отделяла пропасть. И там была вода. Изучите, что сказал об этом Иисус. Он сказал, там утверждена великая пропасть. Те, кто находились в преисподней, не могли подняться на лоно Авраамова, а тем, кто находился на лоне, абсолютно не хотелось спускаться в преисподнюю. И когда Лазарь находился на лоне Авраамовым, а нечестивый богач, который умер, сказал, «Пошли его сюда с водой, чтобы он намочил мой язык», то Авраам ответил ему, «Нет, он здесь под защитой, а ты там, где тебе и место». Итак, они все родились выше. Иисус проповедовал им после того, как победил ад, а затем пленил плен и забрал всю эту компанию на небо. И с тех пор все, кто умирает в Боге, идут прямиком на небо. Понимаете? Благодаря власти Иисуса там. Теперь подумайте об этом. Вот мы здесь. Грядет восхищение церкви. Ведь мы уже в седьмом тысячелетии. Мы уже здесь. Прямо здесь. А там все те люди, которые еще до нас ушли на небо. Подумайте обо всем том, чему они там учатся. Чему бы вы могли научиться за две тысячи лет на небесах? Чему бы вы научились? Чему? Что если бы вы... Что по-вашему делает Давид и все остальные? Говорю вам, Давида было трудно утихомирить на том лоне Аврамовым. Он стоял там и смотрел, как Иисус просто не оставил на сатане живого места, разрушая там всю ту систему. Разве вы не знаете, что Давид был в таком порыве? Они все в нем были. Все. Но знаете, Писание говорит, что когда наступит время, мы, мы, не они, мы будем подобны ему. Я не знаю, как он это сделает. Мне все равно. Это его дело. Я просто стою в очереди, понимаете? Я здесь, чтобы принять это. Вот там все те люди, которые все эти годы находятся в присутствии Божьем. А мы здесь. И Бог восстанавливал и восстанавливал откровение за откровением. И вот мы здесь получаем и получаем и получаем. Говорю вам, когда придет время восхищения церкви, мы объединимся. Мы будем знать столько же, сколько и они. Хотя нам приходится узнавать это в разгар сражения. Но это уже не имеет значения. Просто требуется большее откровение. Меня это устраивает. Слава Богу. Давайте. Аллилуйя. Аминь. Понимаете, что с нами сейчас происходит? Мы увидим власть, какую еще никто никогда не видел. Мы в действительности уже ее имеем. Но еще не осознаем. Мы не осознаем, какой это уже сейчас обладает силой. Потому что находимся в этом каждый день. Понимаете? Мы растем постепенно. Вы не осознаете, насколько это сильно. Говорю вам, вы можете о чем-то молиться, верить Богу и тут же это получать, в отличие от вашей прабабушки, которая была святой Божией, крещенной Духом Святым. Я имею в виду, что людям тогда приходилось молиться по пять-шесть лет, чтобы получить то, что вы получаете за полчаса. Почему? Произошел рост. Аминь. И вот мы здесь. Они там, а мы здесь. Стремимся к цели. Аллилуйя. Слава Богу. И это произойдет при нашей жизни. Мы будем тем поколением, которое проповедями загонит сатану в яму. Мы увидим, как он будет заключен и брошен в бездну. Слава Богу. Прославьте имя Господа. Аминь. Именно поэтому так важно изучать тему о власти верующего. Это то, чем живет Бог. Это то, что было у него на сердце и о чем он думал в Эдемском саду, когда все это творил. То есть, именно к этому он и стремился. Понимаете? И завтра мы коснемся некоторых сфер, о которых идет речь в Новом Завете. Библия говорит, что Бог сотворил человека немного ниже Элохима. Элохима. Вы знаете, что это имя Бога? Элохим? Знаете, что означает имя Элохим? Творец всех материальных вещей. Мы не были творцами материальных вещей, но мы начальники над ними. Понимаете? Понимаете? Лишь немного ниже Элохима. И я абсолютно убежден в том, что люди, работавшие над синодальным переводом Библии, то есть, они имели дело с синодом. Понимаете? Находясь под его полным контролем. И они просто не осмелились сказать, человек был сотворен лишь немного ниже Бога, или лишь немного ниже Творца всего. Они просто не могли этого сделать. Поэтому они сказали, человек сотворен ниже ангелов. Но там ничего об ангелах не говорится. Там сказано, что мы были сотворены лишь немного ниже Творца всего. По его образу, по его подобию. Именно поэтому, начав говорить о власти верующего, я никак не могу остановиться. Мне трудно остановиться, потому что это наша жизнь. И это воля Божья. И это воля Божья. Аминь. У меня в Нигерии есть один друг. Боже мой. Его служение транслировало свои телевизионные передачи по нигерийскому государственному каналу. Но вот новым программным директором того канала стала какая-то женщина, которая сняла его передачи с эфира. Мой друг поговорил с ней и спросил, «Вы уверены, что действительно хотите снять мои передачи с эфира?» Она ответила, «О, да, я лучше предоставлю эфирное время самому дьяволу, нежели вам». Он спросил, «В самом деле, да». Тогда он сказал, «Я дам вам еще пару дней, чтобы вы могли подумать об этом и покаяться». Она ответила, «Не дождетесь, я не буду этого делать». Он сказал, «Что ж, я дам вам еще пару дней». И затем он обратился к Господу и сказал, «Господь, прошло два дня». И она сказала, что не возобновит трансляцию наших передач. Поэтому я молюсь сейчас за эту должность, которую она занимает. Я ценю ее, и я благодарю тебя за нее. Эта женщина не должна оставаться на этой должности. Поэтому я провозглашаю ее уволенной оттуда. И буквально через несколько дней про нее в газете вышла целая статья. Вокруг нее в газетах разгорелся целый скандал, начали вскрываться какие-то факты. Боже мой, скандал приобрел такие масштабы, а ведь это была телевизионная компания. И им не хотелось, чтобы эта женщина продолжала у них работать. Они ее уволили, заплатив ей всего где-то за четыре или пять месяцев работы. для нее это было полным крахом. Несколько дней спустя мой друг увидел ее на улице. Он догнал, остановил ее, и она спросила, «Это все из-за вас, не так ли?» Он ответил, «Я говорил вам, я дал вам время покаяться». «Нет, это не из-за меня, это из-за вас самих». Я ничего не собирался делать, но Слово Божие, которое я проповедую, собиралось. Я просто сказал Богу, что вы уволены. Знаете, христиане, особенно в Соединенных Штатах, они только в церкви такие сильные и бойкие. О да, аминь, алилуйя. Но как только дело доходит до чего-то серьезного и конкретного, они тут же прячутся в кусте. Они это все говорили просто так. Божий путь – это творить и передавать. Он действительно настолько прост. Творить и передавать. Бог сотворил ангелов, но Он не передал им власть, Он дал им предписание. После грехопадения Адама в Эдемском саду все пришедшие после Адама, Авраам, Исаак, все остальные, все появившиеся позже, Моисей, все, кто жил уже после этого, они не стояли на уровне сыновей Божьих. Они стояли на уровне рабов Божьих. Они были Божьими слугами. Они служили Богу. «Ну, брат Копланд, разве мы не рабы Божьи?» Только по выбору. Только по выбору. Вы не были рождены свыше, чтобы быть рабом Божьим. Вы были рождены свыше, чтобы быть чадом Божьим. Но вы становитесь рабом Божьим, когда выбираете служить своему Отцу. Это совершенно другой уровень. Абсолютно другой уровень. И когда вы начинаете осознавать это и понимать, что именно вам принадлежит, и что они ходили лишь в подобии этого, двигались по направлению к этому обетованию, они знали, что есть что-то большее и стремились это получить. Но новое рождение было сокрыто во Христе Иисусе. Они не знали, что же это было такое. Соломон очень из-за этого расстроился. Это видно из написанного им в книге Екклезиаста, потому что он подключился к откровению от Бога благодаря мудрости Божьей. И он видел необходимость нового рождения, но он не знал, что оно из себя представляло. Оно было сокрыто в Боге и во Христе Иисусе. Так говорит Писание. Но он видел его, и он сказал, что все это суета, есть жизнь, но это умирает. Где же остальное? И когда вы читаете ту мудрость, которую дал ему Бог, читая сначала книгу притчи, а затем книгу Екклезиаста, то вы начинаете понимать, насколько он был расстроен. Он видит необходимость того, чтобы Бог здесь что-то сделал. Нужно что-то сделать. Должно быть что-то, что стоит выше этого. И все, что они могли сказать, это «Грядет Мессия». Они не знали, что он будет делать, но он грядет, и он все исправит. Что ж, он пришел, и все исправил. И когда вы родились выше, вы были воскрешены, избавлены от власти тьмы и переведены в царство возлюбленного Сына Божьего. В Ветхом Завете Дух Святой и служение Духа Святого предназначалось для царя, для священника и для пророка. И до сих пор только для них оно и предназначено. Ничего не изменилось. Разница лишь в том, что когда вы родились выше, вы стали царственным священством. Аллилуйя. Сонаследником с царем царей. Царем царей, а не царем рабов. Царем царей, Господом господствующих, воссевшим, ожидая, когда его враги будут положены в подножие ног его. Как бы он мог это ожидать, если бы он не наделил нас властью это сделать? Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Итак, наше место в этой сфере власти тела Христова, касающейся политики и тому подобного. когда Даниил молился двадцать один день, и ангел Господень наконец-то явился к нему и сказал, «Я был послан в первый же день, как ты только начал молиться, но меня задержали». И он сказал, «Князь». «Князь». Понимаете? Начальство. Князь Персидский. Там был злой дух, подчинявшийся дьяволу, который был поставлен над Персией. Поэтому все царство Персидское облеклось в природу того духа. Когда Иисус встретил одержимого бесами в стране Гадаринской, Иисус сказал, «Выйди, нечисто дух из этого человека». Но там было много бесов, верно? Писание не говорит, что там было две тысячи бесов, но их там было достаточно, чтобы убить две тысячи свиней. Возможно, их там было две тысячи, возможно, десять тысяч, возможно, четыре. Но в одном человеке было столько злых духов, скольких не могли выдержать две тысячи животных низшего порядка. Они все сразу же сошли с ума. Все. Но я хочу, чтобы вы увидели следующее. Иисус сказал, «Выйди, дух нечистый из всего человека». И дух, обладавший тем человеком, спорил с Иисусом. Там не сказано, что спорили все бесы. Сказано, что спорил тот, который им обладал. Там был нечистый дух, то есть мироправитель тьмы века сего. А все те остальные бесы находились у него в подчинении. Это означает, что тот человек проявлял природу того нечистого духа. он был нечистым человеком, и он жил в нечистом месте. Он бился о камни, кричал и так далее. Он проявлял качество, манеру поведения и саму природу того духа, который контролировал его тело, контролировал его разум и контролировал его голос, его речевой аппарат. Но Иисус разрушил его силу и сгнал его, и тогда все бесы стали просить его. Они остались без того, кто ими управлял. Тот дух ушел, и теперь все бесы просили Иисуса, говоря, «Позволь нам войти в тех свиней». Это дает вам представление о мнении Иисуса о свиньях. И то же самое случается и со странами. Есть духи, которых Сатана приставил к определенной стране. И скажу вам, пересекая границы других стран, вы можете это почувствовать. Этот режим, этот духовный режим и ту работу, которую он производит прямо там, в атмосфере, прямо над нами. Я это заметил, находясь на высоте тысячи километров над землей. Я постоянно летаю. Я постоянно летаю через такие места. И часто, когда вы садитесь в самолет, там находится кто-то, кто ругается и пьет. Но как только вы набираете высоту, он тут же засыпает и обретает такой покой, которого он не знал уже долгое время. Скажу вам еще кое-что. Если он сидит рядом с вами и ругается, то вам даже не нужно повышать голос. Просто скажите шепотом, тот, кто во мне, больше того, кто сейчас в нем, заставляет его ругаться. Так что заткнись. У него нет никакого права делать это в моем присутствии. Я заплатил за это место в самолете. Оно мое. Так что тихо. Мое место берет власть над твоим местом. Так что замолчи во имя Иисуса. Просто сидите и молитесь духе. И он ничего не сможет сделать. Он либо встанет и уйдет, либо заснет. Некоторые сдаются медленнее, чем другие. Ваша первая мысль будет, интересно, действительно ли это работает? Ну, конечно же, этот бес попытается отговорить вас от этого. Ведь вы его самый страшный кошмар. Он заметил вас, как только вы вошли. На вас есть шрам, шрам завета в духе. Они вас сразу же замечают, как только вы заходите. Ваш дух был обрезан мечом духа. Через весь ваш дух проходит огромный шрам, обрезанный дух, шрам завета, оставленный на вашем духе. В духовном мире он виден за версту. Мне иногда в самолетах доводилось встречать таких шумных болтунов. я сидел здесь, а он встал, и там в ряду было три кресла. И я взял власть над духом, который заставлял его шуметь и ругаться. и во имя Иисуса приказал ему прекратить предпринимать свои попытки, направленные на то, чтобы раздражать меня, или раздражать сидящего рядом мужчину. Именно так вы и приводите людей к рождению свыше. Не молитесь, Боже, спаси дядюшку Фреда. Бог спас дядюшку Фреда еще две тысячи лет назад, когда воскресил Иисуса из мертвых. Он сказал, чтобы вы шли по всему миру. И Иисус также сказал, что если вы собираетесь расхитить дом сильного, то сначала вам придется его связать. Ты дух, действующий в жизни дяди Фреда и удерживающий его от Царства Божьего. Прекрати свою работу. Я связываю тебя. Замолчи. Я молю Господина Жатвы выслать делателя на его путь со Словом Божьим. И держите этого беса связанным. Именно это я и сделал. И не успели мы оторваться от земли, как он уже уснул. Тот мужчина, который сидел на третьем кресле, все смотрел на меня и смотрел. Тогда я наклонился к нему и пожал ему руку. Он спросил, что вы сделали? Я ответил, я проповедник. Или я сказал, я с Богом. И он сказал, а вы проповедник? Я ответил, да, я проповедник. И мы начали с ним разговаривать. Я просто начал разговаривать с ним, как я бы говорил с любым из вас. Оказалось, что он знал Господа уже столько лет, сколько и я. И за эти два с половиной часа полета мы вместе помолились и отлично провели время, пока тот шумный парень спал. Когда мы приземлились, тот мужчина сказал, вы оживили в моем духе те вещи, которых не было во мне с тех пор, как в 12 лет я перестал ходить в воскресную школу. «Я так благодарен за сегодняшний полет. Я просто в восторге от того, что со мной произошло». Тут проснулся тот болтун и сказал, «О, мне понравился этот полет, а вам...» Я ответил, «Мне тоже, если вы только тогда ничего не говорили, понимаете? Но вы должны всю жизнь постоянно жить в этой сфере власти. Вам не нужно для этого много говорить, суетиться, кричать и постоянно шуметь. Чем больше вы узнаете об этом, чем больше вы понимаете это, тем сильнее это чувство власти. Вы знаете, над кем вы имеете эту власть. Вы не имеете ее над другими людьми. Наша брань не против плоти и крови, а против в начальстве властей и мироправителей тьмы века сего. И они не управляют нами, понимаете? Библия называет нас чадами света. Свет управляет тьмой, тьма не управляет светом. Так что у них нет над нами никакой власти. Они могут иметь над вами лишь ту власть, которую вы сами им дадите. И люди дают ее им постоянно, через сомнение и неверие. Я слышал, как одна женщина рассказывала по телевидению о своем сыне. Я просто сидела и ждала телефонного звонка. Я просто знала, что он умер. И тут зазвонил телефон, и я сказала, ну вот и все. Но ей сказали, нет, он не умер. Она сказала, о, прекрасно, с ним все будет в порядке. Она приехала в больницу, ей сказали, нет, с ним не будет все в порядке. О, он умрет, наверное, он теперь умрет. То есть любая информация, которую она получала, заставляла ее бросаться то в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую. Она была абсолютно бесполезна. Не то, чтобы бесполезна как человек, но она была бесполезна для своего сына. Она была бесполезна для своей семьи, и она бесполезна для самой себя. Она не оказывала никакого сопротивления в духовном мире. Она была для сатаны чем-то вроде комнатной собачки. Он просто шлепал и вертел ее, как хотел. Так что, если дьяволу даже при такой ее реакции и поведении так и не удалось убить ее сына, значит, он был не так уж и силен, потому что она ему вообще никак не противостояла. С другой стороны, я знаю одну женщину, сын, который упал с крыши элеватора, то есть с огромной высоты и остался живым. Он переломал себе все, что только можно было переломать. Почти каждая кость в его теле была сломана. Врачи не представляли, как он вообще сможет выжить. Его отвезли в больницу. И она его там охраняла. Она не отходила от него ни на шаг. Если кто-нибудь из врачей или медсестер высказывали хоть какое-либо сомнение насчет того, что он будет жить, она сразу же набрасывалась на них. Она так их отчитывала, как будто они вообще ничего не понимали в медицине, независимо от того, будь то врач или кто-то еще. Она охраняла двери палаты, в которой лежал ее сын. И когда туда заходили врачи и обращались к медсестрам, говорили, да, плохие дела и так далее, то она кричала на них, замолчите, убирайтесь, убирайтесь отсюда, говорите себе в коридоре, не смейте так рядом с ним говорить. Он в коме и не может вам противостоять, так что я вам противостою. В этой палате не будет ничего такого, а только вера, честь и надежда, так что сейчас же убирайтесь отсюда. Она набрасывалась на любого. Ей говорили, вы не можете так делать, она говорила, до тех пор, пока я оплачиваю ваши счета, могу, а теперь убирайтесь отсюда. Я охраняла двери. Отец парня пришел навестить его, но она не пускала его в палату. Затем она наконец то неверие, которое исходит из твоих уст. Мы все тебя любим, но только не сегодня. Конечно же, ее называли сумасшедшей. Ну кого это волнует? Они могут называть вас, как им хочется, но они не могут вас изменить. Именно вы имеете власть называть несуществующее, как существующее. И ее сын был полностью исцелен, полностью восстановлен. Он вышел из кома, встал на ноги и пошел, слава Богу. Он бы не выжил, если бы его мама не охраняла его, если бы она не охраняла ту дверь, как волчица. Она не собиралась впускать туда дьявола, очистила то место и не впускала туда дьявола. Именно так и должна жить церковь. Аминь. Именно так она когда я был на Вест-Индийских островах, меня попросили, не могли бы вы сегодня по дороге на собрание зайти и помолиться за одну женщину? Я сказал, почему бы и нет, конечно. И вот мы вышли из машины, направляемся к дому, и тот человек, который меня туда пригласил, вы должны понимать, что я проповедовал тогда в горах Ямайки. Представьте себе это местечко. И он говорит, кстати, брат Коплан, она я спросил, что вы сказали? Он ответил, она сумасшедшая, чокнутая. Я сказал, о, правда? Ну, ладно. И когда я вошел в тот дом, то у меня было такое ощущение, будто кто-то там устроил шоу в канун Дня Всех Святых. Именно так все выглядело. И тут на меня сошло помазание, мы вошли в дом, та женщина сидела посреди большой кровати. В таком вот положении вот уже 18 лет. Полностью сумасшедшая. мы вошли туда, я и еще двое человек. И когда вы входите в такого рода место, просто берите полную власть, потому что дьявол не знает, о чем вы думаете. Ему хотелось бы убедить вас в том, что он знает, но он не знает. Слово Божье говорит, что душевный человек не распознает и не может этого понять. Я просто там стоял и смотрел на нее, ожидая услышать, что Господь хотел мне сказать. Она посмотрела на того другого человека и сказала, ты, наверное, брат Вебер. он ответил, нет, я не брат Вебер. Она посмотрела на другого парня, даже не взглянув на меня. Она посмотрела на того другого парня и сказала, ты, Орл Робертс. Он ответил, нет. Тут она наклонила вот так голову и, наконец, посмотрела на меня и сказала, я знаю, кто ты. Ты боишься всего, что ни плоть и кровь. Я в ответ рассмеялся. Я сказал, я не боюсь ни человека, ни животного, во имя Господа Иисуса Христа из Назарета, я, конечно же, не боюсь у тебя. И во имя того, кому я служу, выйди из нее, во имя Иисуса. И тут ее как будто ударили дубинкой. Это настолько сильно, нет никакой причины чего-либо бояться на этой земле, но совершенная любовь изгоняет страх. Это не то, что вам нужно как-то подавлять страх, или просто вести себя так, как будто вы не боитесь. Нет, вы входите в Дух Божий. И я сказал тому бесу, я не собираю с тобой разговаривать, закрой рот, тот то во мне больше тебя. И затем Дух Божий сказал, скажи ей, что я люблю ее. И когда я ей это сказал, ее глаза перестали быть стеклянными. И она сосредоточенно посмотрела прямо мне в глаза. Она сказала, о, спасибо. И затем они снова начали понемногу становиться стеклянными. Я обратился к ней еще раз или два, продолжая говорить ей, что Господь любит ее, и что я люблю ее. И затем Дух Божий просто сказал, теперь езжай на свое собрание. Понимаете, приказ веры уже был отдан. Нет никакого смысла сидеть там с тем бесом. Позже я узнал, что она была официанткой в небольшом ресторане. И тогда кто-то ездил по той стране, проводя библейские собрания. И она никогда раньше не слышала об Иисусе. Совсем ничего об этом не знала. Но она пошла на то собрание, получила спасение, и была так счастлива. Она была в таком восторге. И она пошла еще на два или три служения. И это так ее вдохновило и воодушевило. И затем она решила пойти и прихорошиться для Господа. Она пошла в салон красоты, и там ее постригли и сделали прическу. И на все имевшиеся у нее деньги она пошла и купила себе новое платье. Но когда она в тот вечер отправилась на собрание, у входа в зал ее остановили и спросили, постригла ли она волосы? Она ответила, да, и ее не пустили в церковь из-за того, что она постригла волосы. А она вообще ничего не знала о Слове Божьем. Ей сказали, теперь, когда ты постриглась, Господь не хочет иметь с тобой ничего общего. Она вернулась домой и была так подавлена и расстроена из-за этого, что позволило тому духу войти в ее жизнь. А она уже до этого жила в семье, в которой хватало ненормальных людей. Все то место было полно бесов. Там очень были распространены наркотики. И она просидела на той кровати 18 лет. У нее был цветной платок, привязанный вот к такой небольшой палке, в котором лежал ее Новый Завет. И еще какие-то две или три безделушки, которые она туда сложила, и она просидела вот так на кровати с этим платком 18 лет. В то время, как кому-то нужно было просто приказать тому бесу уйти и сказать ей, что Бог любит ее. Так почему же этого не сделал тот человек, который меня туда привел? Он был рожден свыше, он знал Бога, был крещен Духом Святым. Почему все эти другие люди этого не сделали? Они не знали недостаток знания, отсутствие понимания, и как раз об этом я тогда и проповедовал там, в горах, о власти верующего, аминь. Аллилуйя, какому великому Богу мы служим. Но пришло время, тело Христовое, знаете, вас могут раз или два переехать, но ничего страшного, слава Богу. Просто скажите, Господь, давай, вставайте и идите снова, слава Богу, аминь. Вот я снова иду. Просто возьмите то, чему вы научились, то, что вы знаете, и идите за людьми. Этот год – год душ. Еще никогда в Царство Божие не приходило столько людей, сколько их приходит сейчас. И это служение начинается в молитве. Оно не начинается с хорошей проповеди, вовсе нет. Оно начинается в горнице, оно начинается в молитве, а затем спускается вниз. И именно во время молитвы и подготовки и берется власть над твердынями. Они рушатся, и люди приходят к Богу. Аллилуйя. Аминь. 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 Крикните кто-нибудь аминь. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. И это передача «Победоносный голос верующего». Знаете что, мы любим общаться и получать письма от наших партнеров. И сегодня вы увидите собрание ответов на вопросы, проходившие здесь в церкви Игл Маунтин, на котором один из партнеров спросил меня о славе Божьей. Итак, сегодня мы еще больше о ней узнаем. Слава Богу. Скажу вам, Бог так благ, и Его слава здесь. Она среди нас. И она наша. И нам нужно научиться ходить в ней. Поэтому я знаю, что вам это понравится. Может у кого-то есть вопрос. Вот человек в первом ряду. Вот здесь. Брат Копланд, вы упомянули о славе, о том, как через славу Адам имел владычество и власть. Как это применимо сегодня к нам? И как слава Божья может проявиться через нас? Хорошо. Прежде всего, давайте минуту поговорим о том, что такое слава. слава Божья — это полнота Божья, присутствие Божьей. В ветхозаветных примерах слава проявлялась по-разному. Иногда она проявлялась так, что ее можно было просто видеть. Она проявлялась физическим образом. слава Божья в буквальном смысле означает тяжесть Божья. Тяжесть или вес. Он тяжеловес. Он тяжелый, когда дело касается силы. Он тяжелый, когда дело касается мудрости. И он освободитель. О, да, он тяжелый. Вот что буквально означает слава. Слава проявлялась в виде облака. В том облаке была защита. Оно защищало израильский народ от силы той славы, чтобы она их не уничтожила. Потому что, когда слава Божья соприкасается с грехом, она его просто испепеляет, просто уничтожает. Помните, как Иисус сказал, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Давайте посмотрим 17 главу Евангелия от Иоанна. Однажды ко мне после служения подошел один человек. Он посмотрел мне прямо в лицо и сказал, «Никакой плоской славы, никакой плоской славы, никакой плоской славы». Он, наверное, повторил это раз в 10. И я стараюсь быть любезным, понимаете. Я ответил, «Хорошо, обещаю». Он сказал, «Да, вы очень хорошо пели». Я подумал, «Если он считает, что я ищу славы, тогда зачем он мне это говорит?» Понимаете, плоская слава. На самом деле, это неправильное употребление понятия славы. Слава Господня. Вы говорите, «Слава Богу» или «Хвала Богу». Да, в хвале есть слава. Но это не та слава, о которой мы говорим. Мы говорим о проявлении Его личности. Мы говорим о том, кем Он является и чем Он является. И Его слава была такой могущественной и такой величественной, что когда Он сошел на эту землю, когда Он встретил Моисея на горе Синае, когда Он сошел на нее, то та гора чуть не сгорела. Это все, что могла сделать эта атмосфера, чтобы выдержать Его приход. Но заметьте, что когда Дух Святой сошел в день Песятницы, это произвело большой шум, но ничего не разрушило. Что же произошло? За несколько дней до этого Иисус все изменил. Он сказал, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Итак, 17 глава Евангелия от Иоанна. Иисус молится перед тем, как пойти на крест. «Отец, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. «Сия же есть жизнь вечная, да знает Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Помазанного. Я проставил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Это положение, это честь. Но нам так трудно, нам так сложно сопоставлять что-либо с Богом из-за нашего знания этого мира. Нам очень тяжело отделить себя от мира и мирского мышления, потому что это то, что мы знаем. для Бога честь. Он не просто вешает на вас значок. Если бы Он и повесил на вас свой значок, то значок был бы живым. Этот значок был бы полон силы. Если бы дьявол прикоснулся к этому значку, его бы вышвырнуло из комнаты, понимаете? Когда Бог что-то делает или говорит, это так же живо, как и Он. Понятно? Вы следите за ходом моей мысли. И именно об этом, используя слово «слава», Иисус здесь и говорит. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое. И Я прославился в них. «Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Как Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели», да сбудется Писание. «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. Из-за них Я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Итак, вот эти слова Иисуса перенесли всю эту молитву через крест, через воскресение, в этой Евангелие и в тело Христово. Потому что все, прямо или косвенно, пришли к Иисусу через Слово этих людей, о которых Он здесь молился. Я прочитал вам все это для того, чтобы вы увидели, насколько далеко Он простерся в Своей молитве. В этой Своей молитве Иисус, начиная со Своего служения, которое Он только что завершил, простирается через крест и молится об освящении. Он уже заводит речь о рождении свыше. Они тогда еще ничего не знали о рождении свыше, но оно должно было скоро прийти. Они вот-вот должны были быть отделены для Бога через Слово Божье. Но на тот момент это все еще оставалось тайной, сокрытой во Христе и в Боге. Смотрите, 21 стих. Давайте прочитаем 20. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». «Да уверует мир, что Ты послал Меня». Вот оно. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Итак, это не то, чтобы Бог просто говорил приятные вещи об Иисусе. Это было Его местом власти и Его местом славы. Он сказал, «Я пришел от той славы, и сейчас Я прославлю Тебя. Ты прославишь Меня, но Я отдаю им ту славу, которой Ты Меня прославишь». Держите за это. Держите за это, когда мы будем читать дальше. «Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». У нас пока еще не было настоящего откровения и понимания того, что Бог любит нас так же, как Он любит Иисуса. Говорю вам, ваш плоской разум тут же бьет вас по голове, как только вы начинаете об этом говорить, и другие люди присоединяются к вашему плоскому разуму и побьют вас за это. Но это абсолютная правда. Вы для своего Небесного Отца являетесь всем тем, чем является для Него Иисус. Он так вас возлюбил, что отдал за вас Иисуса. Хорошо. «Очи, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». И вот оно снова. Мы вернулись к тому, что было еще до основания мира. Теперь обратимся к 6 главе послания к римлянам. Нет, подождите. Нет, Дух Божий меня остановил. Позвольте мне прочитать это до конца. «Да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Почему-то люди читают это так. «Любовью, которой Ты возлюбил Меня, возлюби ею и их». Но это не то, о чем Он здесь говорил. Он сказал, «Да любовь, которую Ты, Бог, возлюбил Меня, Иисуса, любовь, которую Ты, Бог, любишь Меня, любовь, которой Ты любишь Меня, в них добудет». Это очень, очень, очень мощно. Любовь, которой Бог возлюбил Иисуса, сейчас в вас. Вы по Его образу. «Как там, тесто уже начинает подниматься? Оно уже начинает вылезать из кастрюли». Теперь откройте шестую главу послания к римлянам. «Послание к римлянам», шестая глава. Давайте начнем читать с первого стиха. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилось благодать? Никак. Мы умерли для греха? Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерти. «Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Мы сейчас не будем тратить время на то, чтобы это читать, но вам нужно это прочитать. Вы можете прочитать об этом в книге Аввакума, вы можете прочитать в Ветхом Завете о том, как пророки видели в видении Бога. И некоторые из них испытывали ужас, описывая, как он выглядит. Одним из описаний было, «Он огонь отчресл его и выше, и огонь отчресл его и ниже. От руки его лучи, как солнечный свет. И здесь тайник его силы. И все это называется его славой». Он воскресил Иисуса из мертвых своей славой. Мы также знаем, что он сделал это своими словами. Верно? Он увенчал Адама честью и славой. Адам был огнем, как и Бог. Он никогда не видел своего тела, пока не лишился славы. Слава, Бог, Дух, помазание, все это присутствие и полнота Бога. Теперь последнее местописание. Давайте откроем третью главу послания к Ефесянам. Конечно же, это вовсе не исчерпывающее изучение славы Божьей. Возьмите симфонию и найдите все места, говорящие о ней. 14 стих. «Для сего преклоняя колено Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса, помазанного, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей, по своей тяжести». Помните, в послании к филиппийцам написано, «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом, помазанием Иисуса, по богатству своему в славе». Все, что у Него есть, пришло от Его славы. И здесь сказано, «По богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, веруя вселиться помазанному и Его помазанию». Здесь действительно имеется в виду помазание. «Веруя вселиться помазанию в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви». Теперь видите, как это согласуется с 17 главой Евангелия от Иоанна, где Иисус молился той молитвой. «Могли постигнуть со всеми святыми, со всеми святыми». Постижение Бога является откровением для всего тела Христова. Вы не можете постигнуть этого сами, в одиночку. Но вместе мы можем это сделать. «Могли постигнуть, иметь практическое знание, что широта и долгота и глубина и высота. И уразуметь превосходящую разумение любовь помазанного и Его помазание, дабы вам исполнится всею полнотою Божьей, то есть всей Его творческой силой, всей Его жизнью, всей Его праведностью, всем Его исцелением, всем Его освобождением, всеми дарами Духа, всеми Его дарами, Его делами, всем этим творением, всем Его творением, всей Его мудростью, всей Его славой, всей Его славой». Аллилуйя. Воздайте Господу славу. Хвала Господу. Раньше у нас не было образа этого. Мы не позволяли Ему развиваться внутри нас. Мы бежали от этого. Иисус сказал, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» И что он после этого сделал? Помните, он сказал эти слова, обращаясь к сестре Лазаря возле гроба Лазаря. И он сказал, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, то увидишь славу Божью?» И что он после этого сделал? Он воскресил Лазаря из мертвых. И он не только воскресил его из мертвых. Лазарь был завернут в особое покрывало в соответствии с еврейской традицией, которую они переняли в Египте. Поэтому спустя несколько дней эти пропитанные специальным составом покрывало стали твердыми, как пластик. Иисус сказал, «Лазарь, выйди вон!» И что он потом сказал? О, Боже мой! Библия говорит, что Лазарь встал у входа во гроб. И помните, каким было следующее повеление Иисуса? «Развяжите его, пусть идет!» «Разверните его!» После того, как Лазарь воскрес из мертвых, он не вышел сам из гроба, сила, сошедшая на ту гробницу, была настолько сильной, что воскресила его и поставила его у входа во гроб. и он стоял там и смотрел через эти дырочки. То есть он просто там стоял. И Иисус сказал, «Вытащите его из этих покрывал, и пусть идет. Разверните его, развяжите его». Аллилуйя. Это была слава Божья. И Бог мой да восполнит наши нужды по своей славе. Аллилуйя. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копленд. У родителей, включая и меня, всегда есть вопросы по поводу воспитания своих детей. И сегодня я хочу, чтобы вы услышали ответ на вопрос одного нашего партнера насчет ее детей. Это все было на том же собрании, о котором я вам говорил. Я считаю, что вам действительно следует это увидеть. Библия говорит, что наши дети будут научены Господом, и у них будет великий мир или целостность. Слава Богу. Так что вам нужно это услышать. Помечайте кое-что для себя, чтобы поделиться этим с другими. Давайте сейчас обратимся к этому Слову от Бога, и если вы являетесь родителями, бабушками или дедушками, то будьте особенно внимательны. Мой вопрос о власти над детьми. Я знаю, что они имеют право как на поражение, так и на успех. Но я хочу наслаждаться Христом вместе с ними, а не просто говорить, «Спасусь я и весь дом мой». Я хочу, чтобы они не просто спаслись. Я хочу наслаждаться Христом вместе с ними. До каких границ и как распространяется здесь моя власть? Хороший вопрос. Вот что планировал Бог. Библия говорит, что Бог избрал Авраама, потому что тот будет учить своих детей. Бог не планировал, чтобы мы ждали, когда нашим детям исполнится 15, 16, 17 лет, а затем вы надеялись, что Бог их спасет. Также, это не было его планом, чтобы рожденным свыше, крещенным, Духом Святым верующим, приходилось воспитывать своих детей палкой. Поймите меня правильно. Иногда их маленькое мягкое место требует определенного внимания. Но все нужно делать, зная, что говорит на этот счет Слово Божье. Начните обращаться с детьми так, как обращается с вами Бог. Но вся проблема в том, что о Боге постоянно говорили ложь. Мы поступали так, как знали, потому что думали, что Бог бьет всех по голове. Мы думали, что Бог на всех набрасывается. Мы думали, что Бог унижает. Мы думали, что Бог бросает тюрьму, чтобы чему-то научить, что Бог ломает ногу, чтобы доказать, что Он может ее исцелить, что Бог делает больным, чтобы вам что-то доказать. И сами поступали точно так же. И на них это имело не большее воздействие, чем оно имело на нас, понимаете? Нельзя лупить ребенка и тягать его за волосы, когда он даже не знает, за что его наказывают. Говорю вам, шлепка — это серьезное дело. Если вы собираетесь его отшлепать, то это должно быть серьезным делом. Сначала должен быть суд, а не виселица. Он должен иметь право знать, за что его наказывают и в чем здесь вообще дело. Возьмите все места Писания, которые сможете найти в Слове Божьем, касающиеся спасения ваших детей. Книга Исаи, Пс. 4, 13 говорит, «Великий мир будет у сыновей твоих, и они будут научены Господом». И все это изложено для нас в 6, точнее даже в 4, 5 и 6 главах послания к Ефесянам. Там сказано, «Дети, повинуйте своим родителям». А затем говорится, как к родителям обращаться с детьми. И там говорится, как подчиненному обращаться с начальником, и как к начальнику обращаться с подчиненными. А затем говорится, как вам обращаться с дьяволом. Изгоняйте его и не давайте ему места. Обо всем этом написано в 4, 5, 6 главах послания к Ефесянам. Так что можете просто взять и прочитать их. А затем так и делать. Господь сказал мне, «Есть три стадии в жизни ребенка и его родителей. И большая часть моего народа ничего не знает о последних двух». Они всегда имеют дело только с первой. Во-первых, вы родитель, и вы дали этому ребенку его плоть. И этот ребенок не может сам о себе позаботиться. Поэтому вы ответственны перед Богом за то, чтобы заботиться об этом ребенке. Вы должны кормить его. И вам нужно воспитывать его в учении и в наставлении Господнем. Наставьте его на тот путь, по которому он должен идти. Он не уклонится от него, когда и состарится. Если вы посмотрите, о чем именно там говорится, то увидите, что его нужно наставить и научить жить без долгов. Об этом говорится в последующих стихах. А мы просто вырывали этот стих из контекста. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Но буквально перед этим говорится о том, чтобы учить его жить без долгов. Учить полагаться на Бога, уповать на Бога во всем, что у него есть. Учитесь этому в юном возрасте. Учитесь тому, как верить. Учитесь тому, как ходить путями Божьими. Ваш ребенок приходит и говорит, «Я хочу новый велосипед». И начинайте. «Ты что, думаешь, я сделан из денег?» «Боже мой, ну почему постоянно кто-то из вас приходит и говорит, «Хочу это, хочу то, вот что я тебе скажу». А тут еще серьезным лицом заходит мама и, пуская слезу, говорит, «Малыш, послушай, что я тебе скажу. Папа прав». Хотя он и ведет себя как дурачок, но он прав. Он действительно прав. Ты ведь знаешь, что мы простые рабочие люди. Папа много работает, чтобы заработать деньги. Мама тоже много работает. Нельзя иметь все, что хочется, понимаешь? И в жизни есть вещи, на которые лучше даже не надеяться, потому что, подобно маме и папе, ты будешь крутиться, как белка в колесе, понимаешь? Нас приучили верить в то, что очень трудно получить что-либо от Бога, потому что нам было трудно получить что-либо от папы. От моего папы не было трудно что-либо получить. Мой папа мог отдать все, что у него было. Просто у него не так уж много чего было. Хотя позже он стал намного состоятельнее. Бог его благословил. Они с мамой отдавали десятину, и у них появились деньги. И мой папа никогда мне не отказывал. То есть мой папа выручал меня из любой беды. Он всегда мне помогал. Знаете, каждый раз, когда я к нему приходил, он никогда не напоминал мне о том, что уже делал это в прошлый раз. В этом плане он был как Бог. Он был такой. И у меня о нем остались самые лучшие приятные воспоминания. Хотя я знал, что в то время превращал его жизнь в настоящий ад. И в этом не было его вины. Но давайте пойдем немного дальше, и я вам покажу, что сказал мне Бог. Он сказал, когда твой ребенок приходит и что-то у тебя просит, согласись с ним. Скажи, ну-ка давай присядем и поговорим об этом, сынок. Так вы завладели его вниманием. Потому что вы знаете, что он хочет. Будь это велосипед, лошадка или луна, что бы там ни было. Неважно, только не отталкивайте его, говоря, ну у меня нет времени об этом говорить. Разве ты не знаешь, что мне самому нужно как-то купить себе лодку? Зачем мне покупать тебе велосипед? Сядьте и поговорите об этом. Так. Ты хочешь новый велосипед, верно? О, да, очень хочу. Я тебя понимаю. Я сам всегда хотел иметь новый велосипед. Да, это хорошая идея. А ты не думал о мотоцикле? Еще бы, я очень хочу мотоцикл. А ты не думал о катере? О, и у мальчика округляются глаза. Вы можете представить себе папу, который бы так думал? Я и не знал, что папы вообще могут так думать. Я думал, да нет, это уже слишком. Никто так не может думать. Но я так думаю, что касается таких вещей, то я так и остался ребенком. И Господь говорил ко мне, понимаете? Бог тоже так и остался ребенком. Он хочет, чтобы у вас было все. И Господь сказал, просто веди его в этом. Скажи, так, а у тебя есть фотография того, что ты хочешь? Да, конечно. Так иди принеси ее, покажи мне ее. Мы сейчас согласимся. Давай посмотрим, о чем мы здесь верим. И вот он приносит эту фотографию. Это самый лучший велосипед в этом каталоге, нет? Боже мой, давай выберем самый лучший. Раз уж мы верим, так давай выберем самый лучший, понимаешь? Бог даст его тебе, и я буду верить вместе с тобой. Я вложу в это свою веру. Возможно, я даже вложу в это дело немного денег, если Господь скажет мне это делать. Понимаете, как я его воспитываю? Уча возлагать свое упование на Бога. Да, вот он, папа. Папа, он стоит больше тысячи долларов. Какая разница? Это самый лучший, да? Хорошо, пусть у нас будет самый лучший. Возложи на него руки. Помолитесь вместе с ним. Участвуйте в этом. Понимаешь, сынок? Слушай, ты знаешь, что говорит об этом Слово Божье? И не ждите, пока они сами это узнают. Возьмите Библию и прочитайте, что говорит об этом Слово Божье. «Давайте, и дастся вам». Аминь. Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и с гудком. В точности, как здесь на фотографии. Вырви эту фотографию и повесь ее у себя в спальне. Если мама что-то тебе скажет, скажи, что я разрешил. Вы тут же станете своему сыну лучшим другом. Мы с Глорией так делали и продолжаем так делать. Мы обожаем верить Богу вместе с нашими детьми. Возгревать их веру. И вот, ваш сын идет к своему ящику с игрушками. И начинает выбирать свое семя. И он обязательно достанет оттуда что-то очень для него ценное. Чтобы отдать это кому-то другому. И вам не нужно говорить, погоди, малыш, давай будем здесь немного мудрее. Ведь папа стоял в очереди три дня, чтобы купить эту игрушку, Боже милостивый. Ведь я отдал за нее 150 долларов. Ты что, шутишь? Держите свой рот на замке. Ведь он выбирает это своим сердцем. Он доверяет в этом Богу больше, чем вы. Когда вы чего-то хотите, вы хотите отдать хлам, а получить самое лучшее. Ребенок же отдаст самое лучшее, что у него есть. И он уже знает, кому именно это отдать. Так что отведите его туда, и пусть он отдаст это, кому нужно. Участвуйте во всем процессе. И начните освобождать место в гараже. Велосипеды уже на пути к вам. Боже мой! А если ваш ребенок верит о лошади, то вам нужно пошевеливаться. Если у вас еще нет ранчо. Я сам через это прошел. Аллилуйя! Теперь видите здесь связь? Именно к этому я и шел. Итак, Господь сказал, «Заботься о ребенке, потому что ребенок не может сам о себе позаботиться. А затем, наставляя ребенка, учи его Слово Божьему. Приводи его ко спасению». Помню, как я усадил Джона. Вообще, я сделал так со всеми детьми. Со всеми, кроме Терри. Моя мама привела Терри к рождению свыше и к крещению Духом Святым. Но я привел ко спасению двух остальных. И в тот день я усадил Джона. Я усадил его в гостиной. Там больше никого не было, кроме нас двоих. Я усадил его там и проповедовал ему о Давиде и Голиафе. И я проповедовал об этом точно так же, как я проповедую в церкви. То есть, расхаживал зад и вперед, держал в руке голову Голиафа и так далее. Он смотрел на меня большими глазами. Я проповедовал около часа и пятнадцати минут. Он сидел, уставившись на меня. И вот, закончив, я спросил, «Ну что ты об этом думаешь?» Он ответил, «Да, папа, это была длинная проповедь». Ему было четыре. Ему было четыре года. И я сказал, «Хорошо, теперь склони свою голову. Итак, Джон, вот ты здесь. Ты услышал Слово Божье». И я предложил ему принять Иисуса. И он согласился. Я возложил на него руки. Он принял Иисуса своим Господом и Спасителем. Я прочитал ему места Писания о Духе Святом. Бог крестил его Духом Святым. И когда он сказал пару слов, дьявол попытался сказать, «Он же такой маленький, он не знает, что говорит». Я сказал, «Нет, это ты не знаешь, что он говорит. Я тебе гарантирую, что его мама будет знать, что он говорит». И вот что сказал мне Господь, уча меня в последние годы. Он сказал, «Мои люди еще никогда не знали второй стадии. Вы прежде всего являетесь братьями и сестрами во Христе Иисусе, согласно завету Божьей крови. А уже затем вы являетесь отцом, матерью или ребенком». И он сказал, «Мой народ никогда не развивал братских взаимоотношений между отцами и сыновьями, матерями и дочерьми, отцами и дочерьми» и так далее. Он сказал, «Вам нужно их развивать, потому что это все изменит». Я спросил, «А как их развивать?» Он ответил, «Вам нужно вступить во взаимоотношения завета». Тогда я позвал Джона и сказал ему об этом. И сказал остальным детям то же самое. Я сказал, «Да, конечно, я ваш папа и все такое. Но между нами есть кровный завет». Джон тогда был еще подростком. Я сказал, «Между нами есть кровный завет, сын». И начиная с сегодняшнего дня, вот что сказал Господь. Ты преувеличиваешь его грех. Начиная с этого дня, относись к нему с таким же уважением, с каким ты относишься к другим людям, работающим на тебя. Не преувеличивай его грех. Ты просто набрасываешься на него. Но пойди и объясни ему, что он делает не так. Свяжи дьявола. Разве ты не помнишь, как я в своем слове сказал, «Если твой брат согрешит, проси, и я дам тебе жизнь за его грех». Там не говорилось просто о детях, а о брате. А я не думал о Джоне, как о своем брате. Я не думал о своих дочках, как о своих сестрах. Они просто были моими детьми. Итак, мы начали развивать эту вторую стадию. И я сказал Джону, «С этого дня я буду относиться к тебе с уважением. Я больше никогда не буду преувеличивать твой грех». И скажу вам, между нами появилась такая связь, которую я даже не мечтал иметь со своими детьми, со своими внуками. И эта связь стала результатом таких взаимоотношений. Удивительная вещь. Я даже не знал, что такое вообще возможно. Но это взаимоотношения между Богом, Отцом и Его Сыном Иисусом, которые родились в нас. И Он воскресил Его, чтобы Ему быть равным с Ним. То же самое происходит и с нашими детьми. Но мы не знали, как это развивать, понимаете? Теперь, имея эту власть, постоянно говорите дьяволу держать свои руки подальше от ваших детей. Найдите в Библии все места Писания, касающиеся ваших детей, и ухватитесь за них. Мои дети не пойдут в ад. Что бы они ни делали, это противозаконно, чтобы они шли в ад. Свяжите дьявола и дайте ему об этом знать. И затем вы увидите, что с ними будет. Будет такое впечатление, будто Бог просто простирает свою руку и начинает возвращать их обратно. И вот и они. И теперь третья стадия. Бог сказал, вы являетесь братьями и сестрами в Господе. И вы развиваете эти взаимоотношения и работаете с этим. И вы вместе являетесь верующими по завету. И вы вместе выполняете дело Божье. Но затем в последующие годы сын и дочь начнут заботиться о родителях. И это не что-то вроде какого-то дома престарелых или чего-то обременительного. Это служение. И в этом есть любовь. Потому что были развиты братские взаимоотношения. Вы уже не просто мама и папа, являющиеся такими по плоти. Это идет гораздо дальше. Ведь даже мир это делает. Или хотя бы пытается. Но когда вы являетесь братом и сестрой в Господе, и Бог развивает эти особенные взаимоотношения, тогда что-то происходит. В этой сфере власти есть еще один очень важный вопрос в отношении детей. И он касается шлепки. И я уже заканчиваю. Но здесь есть несколько вопросов. В миру вам скажут, «О, никогда не шлепайте ребенка». Но это не то, что говорит Библия. Если вы собираетесь его отшлепать, то вам нужно сказать, за что вы его наказываете, и обосновать ему это местами Писания. Бывало, я их усаживал, и каждый реагировал на это по-разному. Но Келли начинала себя оправдывать. Я ее усаживал и говорил, «Послушай, Келли, я дал тебе слово, и я дал Джону слово, что если вы сделаете что-то плохое, и затем придете ко мне и исповедуете свой грех, то я вас прощу и никогда вас за это не накажу. И никогда больше не буду об этом вспоминать». И я читал об этом из Писания. Я говорил, «Я поступлю с вами так же, как поступит с вами Бог, и так же, как Бог поступает со мной. Если вы не прекратите, и я буду вынужден вас останавливать, тогда мне придется с вами разобраться и объяснить вам, как нужно правильно поступать. Если вы и после этого не остановитесь, а будете продолжать это делать, тогда мне придется предпринять другие меры. И в конце концов, дело может дойти до того, что мне придется вас отшлепать. Но я это сделаю лишь потому, что так говорит Писание. И не важно, что они были еще маленькими. Я усаживал их и говорил, вот что говорит об этом Библия. «Повинуйтесь своим родителям в Господе, и добудет тебе благо, и будешь долголетен, а так же будешь в хорошем здравии на земле». И я спрашивал у них, «Вы хотите долго жить?» «Ага». «Вы хотите быть в хорошем здравии?» «Вы не хотите быть больными?» «Ага». Вот поэтому-то, папе, и придется это сделать. И я вам обещаю, что если до этого дойдет, то я обязательно это сделаю, и меня уже никто не остановит. Я вас отшлепаю. Перестаньте лгать своим детям. «Если ты сделаешь это еще раз, я тебя отшлепаю». Я тебе уже говорил, что если ты сделаешь это еще раз, я тебя отшлепаю. «Если ты сделаешь это еще хоть раз, чтобы я больше этого не видел». А ребенок думает, «Я и в этот раз не хотел, чтобы ты этого видел. Не заставляй меня пересаживаться на заднее сидение». Все это ерунда. Если это все, что вы можете, то лучше молчите. А если вам нужно что-то сказать, то скажите, «Так, я тебе уже говорил сидеть тихо, но ты меня не послушался. Ты знаешь, что я отвечаю перед Богом за то, чтобы ты прожил долгую жизнь и был в хорошем здравии на этой земле». Мы уже об этом говорили. Итак, я прошу тебя, сиди тихо, пока мы не приедем домой. 30 секунд спустя. Когда приедем домой, то мы еще об этом поговорим. Если же вы сказали, «Я тебя за это отшлепаю», то больше не повторяйте это еще раз. «Возьмите и отшлепайте». Ваше слово должно быть таким же твердым и неизменным, как и слово Бога. А если вы сказали это, не подумав, то покайтесь и смиритесь перед ним и перед Богом, и скажите, «Послушай, я сказал это, не подумав. Мне не нужно было говорить, что я тебя отшлепаю, потому что это на самом деле не заслуживает шлепки. Поэтому я извиняюсь перед тобой и перед Богом, и прошу у тебя прощения». Это будет не хуже любой шлепки. А затем совершите с ними акт прощения. Прочитайте Писание. Возьмите власть над тем бесовским духом, который с самого начала и побудил ребенка поступить неправильно. А затем научите его, что говорить этому бесу, как выходить из этого, как верить Богу и изменить это. Научите его брать власть на своей плоти до того, как он сделает это снова. Власть верующего. Так мы живем, и так мы умираем. Я знаю, что они имеют право как на поражение, так и на успех. Но я хочу наслаждаться Христом вместе с ними, а не просто говорить, «Спасусь я и весь дом мой». Я хочу, чтобы они не просто спаслись. Я хочу наслаждаться Христом вместе с ними. До каких границ и как распространяется здесь моя власть? Хороший вопрос. Вот что планировал Бог. Библия говорит, что Бог избрал Авраама, потому что тот будет учить своих детей. Бог не планировал, чтобы мы ждали, когда нашим детям исполнится 15, 16, 17 лет, а затем вы надеялись, что Бог их спасет. Также это не было его планом, чтобы рожденным свыше, крещенным Духом Святым верующим приходилось воспитывать своих детей. Поймите меня правильно. Иногда их маленькое мягкое место требует определенного внимания. Но все нужно делать, зная, что говорит на этот счет Слово Божье. Начните обращаться с детьми так, как обращается с вами Бог. Но вся проблема в том, что о Боге постоянно говорили ложь. Мы поступали так, как знали, потому что думали, что Бог бьет всех по голове. Мы думали, что Бог на всех набрасывается. Мы думали, что Бог унижает. Мы думали, что Бог бросает тюрьму, чтобы чему-то научить, что Бог ломает ногу, чтобы доказать, что Он может ее исцелить, что Бог делает больным, чтобы вам что-то доказать. И сами поступали точно так же. И на них это имело не большее воздействие, чем оно имело на нас, понимаете? Нельзя лупить ребенка и тягать его за волосы, когда он даже не знает, за что его наказывают. Говорю вам, шлепка — это серьезное дело. Если вы собираетесь его отшлепать, то это должно быть серьезным делом. Сначала должен быть суд, а не виселица. Он должен иметь право знать, за что его наказывают, и в чем здесь вообще дело. «Возьмите все места Писания, которые сможете найти в Слове Божьем, касающиеся спасения ваших детей». Книга Исаи, Пс. 4, 13 говорит, «Великий мир будет у сыновей твоих, и они будут научены Господом». И все это изложено для нас в 6, точнее даже в 4, 5 и 6 главах послания к Ефесянам. Там сказано «Дети, повинуйте своим родителям». А затем говорится, как к родителям обращаться с детьми. И там говорится, как к подчиненному обращаться с начальником, и как к начальнику обращаться с подчиненными. А затем говорится, как вам обращаться с дьяволом. Изгоняйте его и не давайте ему места. Обо всем этом написано в 4, 5 и 6 главах послания к Ефесянам. Так что можете просто взять и прочитать их, а затем так и делать. Господь сказал мне, «Есть три стадии в жизни ребенка и его родителей. И большая часть моего народа ничего не знает о последних двух». Они всегда имеют дело только с первой. Во-первых, вы родитель, и вы дали этому ребенку его плоть. И этот ребенок не может сам о себе позаботиться. Поэтому вы ответственны перед Богом за то, чтобы заботиться об этом ребенке. Вы должны кормить его. И вам нужно воспитывать его в учении и в наставлении Господнем. Наставьте его на тот путь, по которому он должен идти. Он не уклонится от него, когда и состарится. Если вы посмотрите, о чем именно там говорится, то увидите, что его нужно наставить и научить жить без долгов. Об этом говорится в последующих стихах. А мы просто вырывали этот стих из контекста. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Но буквально перед этим говорится о том, чтобы учить его жить без долгов, учить полагаться на Бога, уповать на Бога во всем, что у него есть. Учитесь этому в юном возрасте, учитесь тому, как верить, учитесь тому, как ходить путями Божьими. Ваш ребенок приходит и говорит, «Я хочу новый велосипед». И начинайте. «Ты что, думаешь, я сделан из денег?» «Боже мой, ну почему постоянно кто-то из вас приходит и говорит, «Хочу это, хочу то, вот что я тебе скажу». А тут еще серьезным лицом заходит мама и, пуская слезу, говорит, «Малыш, послушай, что я тебе скажу». Папа прав. Хотя он и ведет себя как дурачок, но он прав. Он действительно прав. Ты ведь знаешь, что мы простые рабочие люди. Папа много работает, чтобы заработать деньги. Мама тоже много работает. Нельзя иметь все, что хочется, понимаешь? И в жизни есть вещи, на которые лучше даже не надеяться, потому что, подобно маме и папе, ты будешь крутиться, как белка в колесе, понимаешь? Нас приучили верить в то, что очень трудно получить что-либо от Бога, потому что нам было трудно получить что-либо от папы. От моего папы не было трудно что-либо получить. Мой папа мог отдать все, что у него было. Просто у него не так уж много чего было. Хотя позже он стал намного состоятельнее. Бог его благословил. Они с мамой отдавали десятину, и у них появились деньги. И мой папа никогда мне не отказывал. То есть мой папа выручал меня из любой беды. Он всегда мне помогал. Знаете, каждый раз, когда я к нему приходил, он никогда не напоминал мне о том, что уже делал это в прошлый раз. В этом плане он был как Бог. Он был такой. И у меня о нем остались самые лучшие приятные воспоминания. Хотя я знал, что в то время превращал его жизнь в настоящий ад. И в этом не было его вины. Но давайте пойдем немного дальше, и я вам покажу, что сказал мне Бог. Он сказал, когда твой ребенок приходит и что-то у тебя просит, согласись с ним. Скажи, ну-ка, давай присядем и поговорим об этом, сынок. Так вы завладели его вниманием, потому что вы знаете, что он хочет. Будь это велосипед, лошадка или луна, что бы там ни было. Неважно, только не отталкивайте его, говоря, ну, у меня нет времени об этом говорить. Разве ты не знаешь, что мне самому нужно как-то купить себе лодку? Зачем мне покупать тебе велосипед? Сядьте и поговорите об этом. Так. Ты хочешь новый велосипед, верно? О, да, очень хочу. Я тебя понимаю. Я сам всегда хотел иметь новый велосипед. Да, это хорошая идея. А ты не думал о мотоцикле? Еще бы, я очень хочу мотоцикл. А ты не думал о катере? О, и у мальчика округляются глаза. Вы можете представить себе папу, который бы так думал? Я и не знал, что папы вообще могут так думать. Я думал, да нет, это уже слишком. Никто так не может думать. Но я так думаю, что касается таких вещей, то я так и остался ребенком. И Господь говорил ко мне, понимаете? Бог тоже так и остался ребенком. Он хочет, чтобы у вас было все. И Господь сказал, просто веди его в этом. Скажи, так, а у тебя есть фотография того, что ты хочешь? Да, конечно. Так иди принеси ее, покажи мне ее. Мы сейчас согласимся. Давай посмотрим, о чем мы здесь верим. И вот он приносит эту фотографию. Это самый лучший велосипед в этом каталоге, нет? Боже мой, давай выберем самый лучший. Раз уж мы верим, так давай выберем самый лучший, понимаешь? Бог даст его тебе, и я буду верить вместе с тобой. Я вложу в это свою веру. Возможно, я даже вложу в это дело немного денег, если Господь скажет мне это делать. Понимаете, как я его воспитываю? Уча возлагать свое упование на Бога. Да, вот он, папа. Папа, он стоит больше тысячи долларов. Какая разница? Это самый лучший, да? Хорошо, пусть у нас будет самый лучший. Возложи на него руки. Помолитесь вместе с ним. Участвуйте в этом. Понимаешь, сынок? Слушай, ты знаешь, что говорит об этом Слово Божье? И не ждите, пока они сами это узнают. Возьмите Библию и прочитайте, что говорит об этом Слово Божье. Давайте, и дастся вам. Аминь. Меру добрую, утрясенную, нагнетенную, и с гудком. В точности, как здесь, на фотографии. Вырви эту фотографию и повесь ее у себя в спальне. Если мама что-то тебе скажет, скажи, что я разрешил. Вы тут же станете своему сыну лучшим другом. Мы с Глорией так делали и продолжаем так делать. Мы обожаем верить Богу вместе с нашими детьми, возгревать их веру. И вот, ваш сын идет к своему ящику с игрушками и начинает выбирать свое семя. И он обязательно достанет оттуда что-то очень для него ценное, чтобы отдать это кому-то другому. И вам не нужно говорить, погоди, малыш, давай будем здесь немного мудрее. Ведь папа стоял в очереди три дня, чтобы купить эту игрушку. Боже милостивый. Ведь я отдал за нее 150 долларов. Ты что, шутишь? Держите свой рот на замке. Ведь он выбирает это своим сердцем. Он доверяет в этом Богу больше, чем вы. Когда вы чего-то хотите, вы хотите отдать хлам, а получить самое лучшее? Ребенок же отдаст самое лучшее, что у него есть. И он уже знает, кому именно это отдать. Так что отведите его туда, и пусть он отдаст это, кому нужно. Участвуйте во всем процессе. И начните освобождать место в гараже. Велосипеды уже на пути к вам. Боже мой! А если ваш ребенок верит о лошади, то вам нужно пошевеливаться. Если у вас еще нет ранчо. Я сам через это прошел. Аллилуйя! Теперь видите здесь связь? Именно к этому я и шел. Итак, Господь сказал, «Заботься о ребенке, потому что ребенок не может сам о себе позаботиться. А затем, наставляя ребенка, учи его Слово Божьему, приводи его ко спасению». Помню, как я усадил Джона. Вообще, я сделал так со всеми детьми. Со всеми, кроме Терри. Моя мама привела Терри к рождению свыше и к крещению Духом Святым. Но я привел ко спасению двух остальных. И в тот день я усадил Джона. Я усадил его в гостиной. Там больше никого не было, кроме нас двоих. Я усадил его там и проповедовал ему о Давиде и Голиафе. И я проповедовал об этом точно так же, как я проповедую в церкви. То есть расхаживал зад и вперед, держал в руке голову Голиафа и так далее. Он смотрел на меня большими глазами. Я проповедовал около часа и пятнадцати минут. Он сидел, уставившись на меня. И вот, закончив, я спросил, «Ну что ты об этом думаешь?» Он ответил, «Да, папа, это была длинная проповедь». Ему было четыре. Ему было четыре года. Я сказал, «Хорошо, теперь склони свою голову». «Итак, Джон, вот ты здесь. Ты услышал Слово Божье». И я предложил ему принять Иисуса. И он согласился. Я возложил на него руки. Он принял Иисуса своим Господом и Спасителем. Я прочитал ему места Писания о Духе Святом. Бог крестил его Духом Святым. И когда он сказал пару слов, дьявол попытался сказать, «Он же такой маленький, он не знает, что говорит». Я сказал, «Нет, это ты не знаешь, что он говорит. Я тебе гарантирую, что его мама будет знать, что он говорит». И вот что сказал мне Господь, уча меня в последние годы. Он сказал, «Мои люди еще никогда не знали второй стадии. Вы прежде всего являетесь братьями и сестрами во Христе Иисусе согласно завету Божьей крови. А уже затем вы являетесь отцом, матерью или ребенком». И он сказал, «Мой народ никогда не развивал братских взаимоотношений между отцами и сыновьями, матерями и дочерьми, отцами и дочерьми» и так далее. Он сказал, «Вам нужно их развивать, потому что это все изменит». Я спросил, «А как их развивать?» Он ответил, «Вам нужно вступить во взаимоотношения завета». Тогда я позвал Джона и сказал ему об этом. И сказал остальным детям, «То же самое». Я сказал, «Да, конечно, я ваш папа и все такое». Но между нами есть кровный завет. Джон тогда был еще подростком. Я сказал, «Между нами есть кровный завет, сын». «И начиная с сегодняшнего дня», вот что сказал Господь, «Ты преувеличиваешь его грех». Начиная с этого дня, относись к нему с таким же уважением, с каким ты относишься к другим людям, работающим на тебя. Не преувеличивай его грех. Ты просто набрасываешься на него. «Но пойди и объясни ему, что он делает не так. Свяжи дьявола». Разве ты не помнишь, как я в своем слове сказал, «Если твой брат согрешит, проси, и я дам тебе жизнь за его грех». Там не говорилось просто о детях, а о брате. А я не думал о Джоне, как о своем брате. Я не думал о своих дочках, как о своих сестрах. Они просто были моими детьми. Итак, мы начали развивать эту вторую стадию. И я сказал Джону, «С этого дня я буду относиться к тебе с уважением. Я больше никогда не буду преувеличивать твой грех». И скажу вам, «Между нами появилась такая связь, которую я даже не мечтал иметь со своими детьми, со своими внуками. И эта связь стала результатом таких взаимоотношений». Удивительная вещь. Я даже не знал, что такое вообще возможно. Но это взаимоотношения между Богом, Отцом и Его Сыном Иисусом, которые родились в нас. И Он воскресил Его, чтобы Ему быть равным с Ним. То же самое происходит и с нашими детьми. Но мы не знали, как это развивать, понимаете? Теперь, имея эту власть, постоянно говорите дьяволу держать свои руки подальше от ваших детей. Найдите в Библии все места Писания, касающиеся ваших детей, и ухватитесь за них. «Мои дети не пойдут в ад. Что бы они ни делали, это противозаконно, что бы они шли в ад. Свяжите дьявола и дайте ему об этом знать. И затем вы увидите, что с ними будет». Будет такое впечатление, будто Бог просто простирает свою руку и начинает возвращать их обратно. И вот и они. И теперь третья стадия. Бог сказал, «Вы являетесь братьями и сестрами в Господе, и вы развиваете эти взаимоотношения и работаете с этим, и вы вместе являетесь верующими по завету, и вы вместе выполняете дело Божье». Но затем в последующие годы сын и дочь начнут заботиться о родителях. И это не что-то вроде какого-то дома престарелых или чего-то обременительного. Это служение. И в этом есть любовь, потому что были развиты братские взаимоотношения. Вы уже не просто мама и папа, являющиеся такими по плоти. Это идет гораздо дальше. Ведь даже мир это делает, или хотя бы пытается. Но когда вы являетесь братом и сестрой в Господе, и Бог развивает эти особенные взаимоотношения, тогда что-то происходит. В этой сфере власти есть еще один очень важный вопрос в отношении детей. И он касается шлепки. И я уже заканчиваю, но здесь есть несколько вопросов. В миру вам скажут, «О, никогда не шлепайте ребенка!» Но это не то, что говорит Библия. Если вы собираетесь его отшлепать, то вам нужно сказать, за что вы его наказываете, и обосновать ему это местами Писания. Бывало, я их усаживал, и каждый реагировал на это по-разному. Но Келли начинала себя оправдывать. Я ее усаживал и говорил, «Послушай, Келли, я дал тебе слово, и я дал Джону слово, что если вы сделаете что-то плохое, и затем придете ко мне и исповедуете свой грех, то я вас прощу и никогда вас за это не накажу. И никогда больше не буду об этом вспоминать». И я читал об этом из Писания. Я говорил, «Я поступлю с вами так же, как поступит с вами Бог, и так же, как Бог поступает со мной. Если вы не прекратите, и я буду вынужден вас останавливать, тогда мне придется с вами разобраться и объяснить вам, как нужно правильно поступать. Если вы и после этого не остановитесь, а будете продолжать это делать, тогда мне придется предпринять другие меры. И в конце концов, дело может дойти до того, что мне придется вас отшлепать. Но я это сделаю лишь потому, что так говорит Писание. И не важно, что они были еще маленькими. Я усаживал их и говорил. Вот что говорит об этом Библия. «Повинуйтесь своим родителям в Господе, и да будет тебе благо, и будешь долголетен, а так же будешь в хорошем здравии и на земле». И я спрашивал у них, «Вы хотите долго жить?» «Ага». «Вы хотите быть в хорошем здравии?» «Вы не хотите быть больными?» «Ага». Вот поэтому-то папе и придется это сделать. И я вам обещаю, что если до этого дойдет, то я обязательно это сделаю, и меня уже никто не остановит. Я вас отшлепаю. Перестаньте лгать своим детям. «Если ты сделаешь это еще раз, я тебя отшлепаю». Я тебе уже говорил, что если ты сделаешь это еще раз, я тебя отшлепаю. «Если ты сделаешь это еще хоть раз, чтобы я больше этого не видел». А ребенок думает, «Я и в этот раз не хотел, чтобы ты этого видел. Не заставляй меня пересаживаться на заднее сидение. Все это ерунда. Если это все, что вы можете, то лучше молчите. А если вам нужно что-то сказать, то скажите, «Так, я тебе уже говорил сидеть тихо, но ты меня не послушался. Ты знаешь, что я отвечаю перед Богом за то, чтобы ты прожил долгую жизнь и был в хорошем здравии на этой земле». Мы уже об этом говорили. Итак, я прошу тебя, сиди тихо, пока мы не приедем домой. 30 секунд спустя. Когда приедем домой, то мы еще об этом поговорим. Если же вы сказали, «Я тебя за это отшлепаю», то больше не повторяйте это еще раз. А возьмите и отшлепайте. Ваше слово должно быть таким же твердым и неизменным, как и слово Бога. А если вы сказали это, не подумав, то покайтесь и смиритесь перед ним и перед Богом, и скажите, «Послушай, я сказал это, не подумав. Мне не нужно было говорить, что я тебя отшлепаю, потому что это на самом деле не заслуживает шлепки. Поэтому я извиняюсь перед тобой и перед Богом и прошу у тебя прощения». Это будет не хуже любой шлепки. А затем совершите с ними акт прощения. Прочитайте Писание, возьмите власть над тем бесовским духом, который с самого начала и побудил ребенка поступить неправильно. А затем научите его, что говорить этому бесу, как выходить из этого, как верить Богу и изменить это. Научите его брать власть на своей плоти до того, как он сделает это снова. Власть верующего. Так мы живем, и так мы умираем. Бог разработал путь того, как вы, я или любой другой человек на земле, который захочет это сделать, может стать частью небесной и земной Божьей системы наград и благословений. «Послушайте, я могу присоединиться к могущественным благословениям Божьим, пребывающим на Билли Грэме, на Орле Робертсе, или на любом другом великом пророке и апостоле Божьем, помогая им делать то, что они делают». Аминь. Бог нелицеприятен. Аллилуйя. Вы можете стать частью того, что мы с Глорией и все сотрудники нашей миссии получаем в качестве Божьих благословений и Божьей награды, помогая нам делать эту работу. Все очень просто. Но как раз все, что делает Бог, является простым, реальным и эффективным. Отец, я молюсь за тех людей, которых ты призываешь и которым ты говоришь сеять в это служение. И во имя Иисуса я молюсь об их благословениях. Я молюсь об их небесной земной награде за то, что они делают. Во имя Иисуса, чтобы помочь нам делать то, что делаем мы, жертвуя тебе, Господь Иисус. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Если Господь ведет вас это делать, молитесь об этом. И действительно верьте, что Бог ведет вас это делать. И если вы хотите получить наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлем их вам. До встречи. А пока помните, что Иисус Господь.